приветствую всех на канале разносторонние интересы сегодня у нас 16 декабра 2019 год на улице у нас плюс 7 решил я посмотреть что тут на пасеке с пшелами чтобы не вылетали то что доски по это по закрытые пчелки сидят во всех улиях не вылазит погода сегодня солнечная это немного сейчас только тучки подошли по времени у нас сейчас 13 08 и вот только начало небо немного затягивать такими вот облаками ну это не низкие не дождевые высоко облак облака кажись перистые называется короче шар решил видео снять смотрелся улиток прослухал я что да где и вот в этом уле в одном у нас тишина наверное не будя все таки пчелы а доску тут представим глядел вот того на летке мусор ну тут по осени пчелы летали я не разобрал что к чему наверно когда я подкармливал сначала они где-то полетели на воровство воровством занимали скорее всего а потом же когда их там перебили и ослабли то уже самих их разграбили потому что видно распечатана крошка было подозрение по осени но некогда было так ими особо глядеть что у них там творится улита так они стояли короче и что рассказать семья тут была на 10 плотных рамок мы когда вот осенью они летали подкармливаю одну семья сильно ничего не стали особо но по ходу это не и грабили они занялись воровством когда их перебили основную массу то уже их самих ограбили наша кошка пчеловодка ходить тоже попасть и за мной следом потому что на 10 от рамок семья пропала не слышно и здесь где были без маточные 2 вывели вот эти сами маток свищевых оттуда я бросил одну сюда думал так они пропадутся полезу осенью матка то прожилась хотя и трутовка была матка прожилась и пошли они на зиму на пяти рамках на пяти рамках пошли с маткой бакфаст но со свищевой бляха выпала земля с покрышки до права мне в ботинок насыпалась надо вытрусить по улью стал до сухой по резине ладно так немного отвлеклись и вот получилось что семья на 10 рамок пропала у нас походу 5 рамочные при том что еще и маток не было их долгое время пошли на пяти рамках думаю перезимуюсь если такая зима уже можно сказать какая-то часть 1 2 3 4 5 6 сайте мы уже прошла декабрь месяц рост и открываем этот улей посмотрим что тут у нас внутри творится я то думаю они сразу хорошо прикорм брали а потом меньше меньше подкармливать под конец уже не забрали оказывается это у нас воровство было еще одна у нас беда такая знаете в беларуси засухи последние когда из-за этих засух в лесу развелся вредитель сосновый пилильщик вот этот сосновый пилильщик и вот этот шашель по разводе все ульях улей не обработаешь химией так что потихоньку у ли получается протачиваются шашелем этим хотят от улей все ногу можно сказать всего лишь ему сколько его делу года три-четыре для уверен это не возраст его взял шашель пары ладно будем смотреть что вот тут у нас пчелами было 10 рамок и не слышно ничего зимульки мне пчелы сейчас потолочены никогда не кене холстик не кене холстик это для улей вентиляции это одно а другое что зимой им переход есть улочки на улочку верхние планки я даже немного по ходу ошибся тут у нас это восемнадцатом году писал было 10 рамок и расстояние вот где гнездо было на восемнадцатом году в этом году улей был полный расплода полный расплода и не вышло все рамки так отобрать лишние штук то что крайний расплод были в средине расплод я только всего лишь две забрал это получается у нас тут 14 рамок осталось вот одна и 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 надо 14 рамок это осенью полоску стаю так и не забрал от клеща но отломалась короче от клеща ставил полоску и там с этой крошкой вот что воровки вынесли с восковой и клешки чтобы можешь все не закрепил я все-таки думаю что когда их карме где-то они на воровство кинулись заниматься и пропали полоски я от клеща вешаю вот на таких проволочках она получается сюда изгибом и висит вниз так не выступая над рамками туда между рамок тапливы то что если повесить на спичку там полоску или как правую проволоку пчелы состоят и выносят снимать эту полоску самую а раблю вот такие вот это сюда покупал матку бакфасту семнадцатом году бакфасту семнадцатом эту предприятия и ораховывал я поднял в первую ежегодность которые уничтожили и удовлетворяем у этих пищевых замеров и т.д. отравились они в этом году отравились в 18 на 19 г не получил а матку тогда 18 г менял именно бакфасту покупной там такая матка оказалась когда они стали роиться то все было в этом году это не роились было все маточниках даже у моих местных столько не было маточников сколько у этой матки или что струкнем нашим облетел но было столько этих маточников наверно штук 50 на семью я все такое николе не башу нашей местный что такое не было а помесь бахваста с этим получила что не очень вышла хорошая пчела но это матка что отсюда рой вышел весной я посадил он тут зелененький улей видно наверху стамески того что тут улей посадил но они там на зиму хорошо пошли вот эти остались 14 рамок думаю это и без заклеща пропали или из-за того что их воровали только что пчела пролетела это короче не их разворовали на сначала где-то они полезли воровством заниматься как вы знаете в воровах обычно большинство убивается если у хорошие сильные семьи лезут а потом уже они ослабли так как им уже тропинка была протоптана то и грабанули смотреть что осталось вот пустые соты сессивой маточники ну матка у них было видно вот расплод осталось чуть-чуть на выходе пчела осталось это маточники сессивой осенью затянули видно пустая полностью рамка хотя и да в сиропа наверно 10 литров если не были ну короче грабанули вот видно расплод расплодом на выходе так и говорю полные расплода были эти были полные расплода и прикорм взяли вы куда-то не поделись улей пусты полностью полностью пустой или хотя сейчас скажу что может быть можем даже не пропали может быть что крест был да не взяли да где-то слетели в другую семью мужику более слабые то что один год был уже такое в этом от белом улье у меня были пчелы летом вовремя откликаться не обработал по осени обрабатывал уже это без толку было уже были пчелы с крещом и в один прекрасный день они стали летать с этого улья вот с этого и вот в этот пчел этот были и туда сюда туда сюда туда сюда думал воровки аж потом полезно в этом уже пусто в этом прибавилось был слет пчел более все так наверное тут то что если бы они перебились например полностью много было бы на доске на доске ничего не было 0 так что получается или их перебили когда они воровством занимались или же или же одни слетели может быть такое то что он чуть-чуть день где расплодкинутые пусты просто улей даже не видно чтобы распечатанный мёд был полностью пустой еще вот они много только меда другу ну рапс был в этом году так это видно рапсах сахар он не остался и вот сотики сотики светлые хорошие видно у линии одной пчелы нема даже матки него наверное вот а все доставать буду понемногу это вот видно угол распечатаны то уже после воровали когда вот такие темные вот даже в темных шей сироп поставался вот так чтобы саму рамку всю распечатали не видно вот за сахаронный мед в этом году много рапса у нас насадили этот рапс еще спорти счас на черный подставка и вот эти темные это перетапливаем не брак у меня нас вот пара цвет какой тело mais он и а светлый вода солнце просвешивается на поле оно просвешивается и на поле по области просвет на солнце видно такие чем это такие вот соты даже с медом вернее с сиропом чем что очень я им давал на прокон не знаю что с ними случилось в этой вот стороне я это старый сот этот зимой обрежу теперь это плюде вот видно немного меда перга перга мед а пчел гулия ноль две пчелы водятся еще три ну хай штук десять от силы по всему гулии так что буду долго я гадать куда они делись так что у нас на дне на дне на дне клешки видны все таки можно даже подумать что от клешка пропали ну а пропали слетели то что такое количество на 14 рамок есть пропала даже если бы их тут перебили возле улья тут было все услатое 14 рамок а у нас тут получается что по осени просто был обычный лед пчел еще что 7 случилось будем только догадываться скорее всего что не перебили даже они все-таки где-то слетели это скорее всего что где слет а слет у нас может быть только из-за клеща так что что я скажу надо использовать экологически чистые препараты от клеща самому делать я делал хвою сухую перемалывал на кофемолку мелко мелко-мелко твою богульник полы обычно хвою мелочь а и богульник и полынь еще добавлял то раньше делал так и этой смесью добавлял туда крахмал картофельный и когда пчел глядишь постоянно посыпаешь между рамок гнездо получала что эти травы хвоя богульник и полыня не возбуждали клеща клещ начало двигаться по пчеле крахмал и пыль забивала присоски у клеща и отпадал от пчел и пчел уже его выносили с улья и раньше от когда этим обрабатывал составом то лишь а летом меньше намного было для последнее время я мало пользуюсь даже полосками то креста на пасеке прибавилось прибавилось клеща и на 8 часто некоторые семьи запрещенные получаются кину это утепление назад утепление я использую подушку с мохом с лесным он зимой влага упитывая влагу отдает так что влажности у них особо не бывает николь коты по пнях сидят то кошка моя дыма это от его котик 100 года 100 весны чтобы на маркиз ну конь здоровый вырос они бегают тут постоянно со мной когда пчелы лежат любит походить со мной строю она следом ходит и к пчелам сюда так тоже бегая раздано с пчелой попробую обаловаться утикала 1 короче минус одна семья у нас в этом году думал я эти две пропадут что маток не было но они справились с этой задачей маток себе сами вывели вернее те бак хвосты первые сами вывели от их я уже сюда поставил то получается у нас тут бак хвосты 2 если перезиму есть пути два бак хвоста со свищевых маточников и так первое второе третье поколение третье поколение также третье поколение он том дальнем улей вот зеленым также третье поколение но роевые краевая матка там тоже пошли на земную на семи рамках или 6 а эти 5 и эти 5 ну чтобы я знал что у их это с матками стало все в порядке я их так уже и забросил из-за то что матки это пропали они слабые там были наверно по четыре рамки пшел по три осталось я их забросил просто думаю уже бесполезно к осени сажать они сами вывели короче не облетелись матки все в парадке а так бы я им расплод подставляла не психи на зиму пошли рамок хотя на шести семи ладно не на 2 перезимовали вот на 2 до 6 с двумя матками была такая ситуация когда рой бросил обратно со старой маткой а он прожив все вместе и молодая облетелась и старая осталась две матки зимовали его и весной всех двух рамок уже к июне месяцу был полностью на 16 рамок улей забиты две матки работали а вот история ладно буду заканчивать будем гадать что с этой семьей может кто подскажет такая ситуация была я склоняюсь к тому что все таки заклещённость была их клеща много и из-за этого клеща они слетели а слетаются они обычно соседние семья где-нибудь которые послабли да еще будем заканчивать кому было интересно канал подписывайтесь кто зашел только будем жизнь будем далее снимать что творится у нас тут вот с этого улья лежу опять пчела улетела что-то они стояли бы на юг летками так наверно бы облетели сегодня плюс всем почти 8 градусов они бы облетели скорее всего я ставлю на север когда на север летками стоять то при первом проблеске солнца когда еще морозная земля замерзшая не вылазит это тоже хорошо то что когда поставишь на юг часто бывает чуть беспокойная семья выскакивает там на снег на мерзлую землю пропадает нам повезло в этом году в беларуси я забыл сказать на юге беларуси находимся мы кто не знаешь и у нас буквально было мороза градусов 6 7 всего лишь два дня где-то в начале это в конце короче ноябра было так подморозило чуть-чуть даже снежок что-то там упал в полсантиметра наверно там все это сошло и тепло стоит полное хотел на рыбалку сегодня ехать до судака до ветерок что-то разгулялся думаю что дома что по делаю стойкой занимаюсь там навесы делаю крыши работы хватает так вот сейчас тепло уже сколько стоит трава растет полным ходом свежая было подморозила она морозилась надо и опять пошла расти ладно буду заканчивать всем удачи до свидания